Прозвучал свисток у нас и второй тайм начался. Я могу отметить лишь то, что очень, очень уверенно начали первый тайм вторости. Я думаю, на самом деле не буду останавливаться, потому что есть голодные футболисты по футболу, есть те, кто хотят забивать, реализовывать и улучшать статистику. А судя по всему, ПИП не собирается закрываться в обороне. Все может превратиться в большой крупный счет. Мне кажется, что этим пятым своем мячом под зависом таймом вторости уже фактически поховали интригу. Втім, она еще, конечно, может зажеврить, если ПИПу удастся забить несколько мячей в кости. Что правда, я не очень в это верю. Мне кажется, что с праглой до футболу вторость, до борьбы, не буду остановиться, а планируют забивать еще и еще. На мячу. Виталий Виталий Папараччук Паретаччо. Снова 55 номер в Тореса. Павецкий, пас назад на Малата. Знаешь, я тебе хочу сказать, что ПИП в прошлом году выглядел сильнее, как команда. Они давали бой Талосу, причем состав не сильно поменялся. Просто, мне кажется, отсутствие тренировок не позволяет показывать привычный нам уровень. Спустившись в лигу пониже, команда играет больше в свое удовольствие. И, наверное, того уровня, из-за этого мы и не увидим. Но при этом и уровень сам по себе в Суперлиге тоже немного, я бы сказал, выросла. Ответственность в матче тоже выросла. Просто наступив на мяч, неприятный эпизод. Хотя такие выражения, что сейчас будет потужнее в Тадалосе. Что сейчас будет потужнее, да. Премьер-лига же отделилась вообще на полностью, будем так говорить, какую-то свою территорию. И не просто там команда. Но я отмечу, что как бы в Торис сейчас выглядит той командой, которая играет в свой футбол. И у них это максимально получается. Для того, что соперник не может предоставить какую-то конкуренцию. Служен гол сейчас Пибу, и этот гол выглядит очень симпатично. С передачи Калиниченко на Хоменко, и Хоменко уже на Кучера Александра. Пытается разыграть прекрасную комбинацию, динамичную комбинацию. И маленький ответ есть от Пиба. Причем я, так сказал, этот ответ больше, наверное, из-за того, что Торис не планировал обороняться так, как с первых минут планировал. Соперникам. А вот, значит, пяти мячей, которые реализовали, чуть расслабились. Все-таки, в моем деле. И, ну, непоганый, справедливо, шанс был у Пиба снова забавлевать. Такой же точный навес от Черняка. Вот это его сильная сторона. Коменко. Чем-то, что, вильный простой, но вот ударный такой, переконливый. Паньковецкий. Другой темпом. Зараз пробует развивать свою атаку в Торис. Смельничок. Подключаем Гусева. Неспешно так. Гусев развивает события, но все делает правильно, как по книге. А вот тут Паньковецкий не обрабатывает мяч, и мяч выходит за пределы поля, друзья. Смельничок в центр Гусева грамотно подчищает. Ну, начаток другого тайма однозначно цікавейший. Порушение количественного склада. Забагато гаражей в Торисе на поле, и сейчас желтая карта. Смельничок в Торисе на поле, и сейчас желтая карта, и сейчас желтая карта, и сейчас желтая карта. На Грачева выгодная позиция для того, чтобы реализовывать этот мяч, и какой момент, друзья. Вылетал туда, как бы, партнер по команде, шаманский. Но мяч летел явно неудобным. Не на удобной высоте для реализации. Или для замыкания дальней штанги. Немножко активизировались. Пип сейчас забил хотя бы тот первый свой гол. Начали больше пробивать издали, и стараются ловить на неожиданности, как по мне. Ну, возможно, вы справді. Сделали какие-то висновки под час перервы. В любом случае они пошли на дворец. Перший забитый уже есть. И справді, энергийнее выглядит команда в другом тайне. Команский может обойти игрока. Один в один легко. И тут достаточно вчасно повертается. И даже не махся, Тарас, разогнать атаку. Відпасовывает назад до Чорняка. Петер направо. Волка на Мандаренко. Аменко. И как пробрался! Топовий мяч, если честно, если бы там на уголочке пробежал. Юречко. Топовий мяч, если бы там на уголочке пробежали. Неприемный зитку для Грачова. Все же доведется ему. Воксин досочетку. Вильмир для ПІБ. 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 Справді, фэерплей за обох. Бо Киев, до речи. Вильмир для ПІБ. Непогано, непогано. Справді, острейше почали делать пи-пи. Почему ж так награли в первом тайне? Не знаю. Не прокинулись? Соперник их по-серьезному разозлил и, наверное, настроил. Поэтому, возможно, и половина их, и правда, была не готова к такому темпу. Торис его навязал, все пахло жутким разгромом. Сейчас ПИП активизировался, и все эти 7 минут лучше из всего основного времени. Которые показали ПИП. Посмотрим, как будет дальше. Все еще может и ухудшится. Грачев Максим. Мы переграем в этом эпизоде голкипера. А Юречка отдает голубую передачу. 6-1, таким образом счет, и снова возвращает 5-0. Ну, только в другом, немножко рак. Юречка смело в обыгрыш пошел. Грачев, намагался там до надейного разбирать, и все вышло. Еще один гол от Максима. Симпатичный гол забивает Максим. Позволяет себе и наработать, как некоторые элементы фристайла, холоднокровие. Такой даже тренировочный гол, который в дальнейшем позволяет в важных противостояниях сыграть настолько же холоднокровно и спокойно. Вернившение. 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 Играет в поферу. Коля. Вернившение. Тебе, короче, дальше вахти. Ну, что ж, похоже... Дache и значение не смазали, эти два последних пропуска. И в дегусте. Ну, а пододали впевненность у собі вторису. Мне кажется, что именно белый салат, они сейчас захопили инициативу. Пасувал назад на Гусев, Антону одразу же повернулся в плаву через центр. Гусев, контроль сейчас за вторисом. Серьезно, решили потерзать своим контролем соперника белый салатовый. Ну посмотрим, я думаю, что еще два-три мяча мы увидим в этой встрече. Ну, это как минимум, но никто не знает, как будут развертаться события. Мельничук, знаешь, флеш-передачу, но Панковецкий как-то не охайно приймал мяч, а вот на користь пип. Волк. Відпасована Пучера. Пусаров. Тривалий досыть контроль от Пип. Войтюк, не вдаётся пробитись, а Фольковецкий отбирает через центр на Гусева. Хорошее открытие, снова же, от Александра, но вот его удар Бондаренко уже сблокировал. Продолжается вторым темпом, так как будто выиграет на Мамалата. Мельничук. Я не знаю, я думаю, что настолько уверенно себя чувствует Торис, что даже не позволяет, я бы так сказал, заставить соперника выйти в высокий прессинг. Потому что мы видим, что закрывается просто Пип и ждёт ошибки от своего соперника, хотя ему далеко это не выгодно, потому что счёт настолько неприятный на данный момент, что приходится смириться. И Пип осознали, что мы с этим готовы смириться. Сейчас реализовывает ещё один гол, забивает у нас Гусев, а отдал голубой передачу Мельничук. Ну вот семь минут были удачные, а вот эти последние три минуты, которые играет команда, за них три гола умудрились упустить. Ну, похоже, если правда, эти два мяча Грачова, Фоспель, они сдипсували нас три. И, принаймне, уже не так, энергийно двигаются, и схожи-схожи исправят. Ещё уважаете цей матч, уже не сдавали себя проваренными, может быть, это ещё псуе. Причём, они настолько были легко забитыми, что ощущение складывается, что я могу ещё, ещё один-два забить. Так что вы, мол, не старайтесь. Ну, это всё психологические какие-то такие приёмы. И на них, наверное, не стоит обращать внимания, нужно играть до самого конца, реализовывать свои моменты, однозначно. Небаганые, в принципе, пострелы Паньковецкого, но Бондаренко чудово бачит момент удара. Я спробую. Для него кутовый. Ой, как долго. Занатый справедливо, подказал, а уже Грачев ещё рахует, требует швидше. Ну вот, явно несколько вариантов в его голове было различных событий. Ну, и отвлёкся на них. Ну, цей кутовый, мне кажется, показывает, что и вторец уже. Трошки расслабились. Наелись. Наелись преимуществом. Всё-таки, на мой взгляд, ПИП, если соберётся, если будет в той форме, в которой в прошлом году, было бы очень непросто. Но не все могут показывать уровень стабильный, и при этом неспроста в турнирной таблице не так всё прекрасно, хотя и неплохо. То есть моментами Бибы иногда очень классные матчи показывают. Причём это зависит от какого-то их такого, повторюсь, настроения, с самой первой минуты. Я считаю, первые 10 минут они просто проиграли. Варчак. Сперва. Зрештою решил отбасать. Ну, так, якось он сейчас вторец, подбасается к вороду ПИП. Может быть, не стоит этого делать. Еще целых 7 минут есть, и список может быть, и может быть, как нам было. Хелиньиченко. Грают в разрез. Кучар. Ну, мабуть, все же и правда, варто было бы дочекатися Чернюка, який там уже активно бил на помече. Ну, на сохранение в любом случае мяча действовать. То есть и Бондаренко все же не витримал, вирішив выйти из воритета. Юречко, Пловуцкий один доторг, который продолжает дальше, Грачев протримает мяч, намагается Волки ему ввязать борьбу, срештою, смущает пасувати назад. Юречко, Шаманский, ну самая, наверное, атакующая четверка. Сейчас у нас единственное только Юречко остается сзади, периодически подключаясь к атакам. Мы три очень сильных индивидуальных футболистов. Не просто, ну вот видим, Шаманский допустил ошибку. Непогато, перехоплено, и сразу же в Торис переходил контрнаступ, Пловуцкий, я скажу, не поверил максимально, что... Саме такий будет прострел. Ну, зберегти не удалось, и снова и с мячем в Торис. Пловуцкий... Ну вот самая его активность сьогодні добряче попсувала. У нас три Пипа в першем тайме так точно. Бондаренко, Гусаров. Есть пас в разрез. Юречко классно перекусывает и подключается команде. Но правда зачем сблизился настолько непонятно. Соперником Пловуцкий. Позвучился у пихи, но удар уже не такой и вдали. В любом случае не прекращают тревожить Бондаренко гравцов Ториса. И таке выражение, что мы можем увидеть еще несколько голей от них. Участливая, сколько Гусаров. Мы видим, что они работали. Но ни одного партнера в штрафе нет. Но арбитеры скажут, что по-разному воспринимали этот эпизод. А вот и остается в топе. Шаманский. Будет ускоряться, скорее всего. Индивидуально демонстрирует свой дриблинг. Какой волк цепкий оказался в этом эпизоде. Ну и что? В решетку дается Андрею зачепиться. Удар, но ползло. Тут трешки не счастлив. Знаешь, что мне показалось, что все силы в этом отборе потратил. Удар получился такой смазанный, легкий. Ну вот Влад слышно сейчас, будем так говорить, апеллирует и говорит, почему же пас не отдал в этот скрас. И все сделал для того, чтобы реализовать забитый мяч. Гусев красивый обыгрывает. И непогана передача, но вот переграти Бондаренко маловато не вдаётся. Бондаренко на волка. Гол по пробке на Хоменко. Кто будет подключаться к этой атаке? Ну вот Гусаров с опозданием, я все же считаю, забегал на дальнюю штангу. Чернюк. Волк. О, Чернюк. Волк. Непоганно. Мельничук тут вискочил, перекупил, и хорошая ж нагода для вторицы. Атаковать. Вот не совсем на такий аккуратный пас відповедет Паньковицко. Мяч у Пиб. Калиниченко. Подразу же ведь посовывает Чернюка. Ну, так я выражаю ещё и справедливость. Я думаю, если ты не хочешь раззипсоваться добраться настроем Пиб. Конечно, можно их чисто по-люстски понять. Мне очень приятно играть именно такие матчи. Наверное, это всегда интересно, когда ты это чувствуешь себя, а у тебя есть какая-то жвавая интрига против Муси, 40 минут. А у нас две минуты до конца этого матча. непростого для оранжевых, причем Паньковецкий играет на Мамалата, Валерслав сохраняет мяч, опять же, просто назад, без продвижения, Мельничук, Паньковецкий. Гусеев не лечит шапку сгубил, но эпизод догорел до конца, забывает черговый его вторист. Долголевая передача Паньковецкая, Гуся, прошу. 9-1, 8 мячей, разница в этом матче и, наверное, как ни крути, очень уверенная победа, причем, наверное, только 7 минут матча, я припоминаю, где Пип смотрелись с плыками и готовы были навязать свой футбол. Ну, а дальше, наверное, физически вот, хорошее скасание удар от Хоменко, и Варчик переводит игру на угловой. Не сдало, разыграло цей стандарт, но помилка заледовано на равном месте, на самом деле. Кучер сбрасывает на Хоменко, достает мяч вроде как, казалось бы, но нет. Совсем немного не хватает, чтобы удерживать этот мяч. меньше 30 секунд до финального свистка. Но остальные шансы для кого-то забиты. Варчак, скажи, решил взять игру на себя, но почему бы не? И еще удается на вечере Андрею назначиться. Дуже неприятно, звездно вверху. В общем, очень уверенно это выглядело. Гусева отдал голевую на Варчака, и Андрей Пуст перевел в пустые. 10-1. И заканчивается это все ударом, друзья. Уверенная победа в туре, с чем мы тут поздравляем в седьмом туре. Субтитры создавал DimaTorzok